Поговорим. Раньше я, собственно, это разбивал на две темы. Отдельно были спутниковые и разные приборы. И отдельно была радиосвязь. Но сейчас я вам расскажу, почему про спутниковую тему лекция получается в два раза короче. Вот. Стала спутниковая тема в два раза короче за последние полтора месяца. Поэтому успеем разобрать. Вот. Давайте сначала про спутниковую связь, телефон и прочее. Во-первых, такие массовые мысли и заблуждения. Люди часто покупают или берут в аренду спутниковый телефон за много денег. У них появляется такой эффект Рэмбо, что мы со всеми свяжемся, сейчас позвоним, и все будет как бы класс. А на самом деле они работают не везде и не всегда. У них у всех есть свои особенности, у них есть свои операторы. Сейчас я про каждого буду говорить отдельно. Все они работают не так надежно и стабильно, как мы привыкли через мобильный телефон. То есть, может, вы слышите собеседника и хорошо, и хорошо, но тут там что-то сломалось со спутника на спутник, связь, канал не перекинулся и связь оборвалась. Если вы говорите с мамой или там заказываете баню пораньше, то ничего страшного не произойдет. Все обычно берут спутниковые телефоны для того, чтобы связываться с МЧС. Собственно, мы берем это часто для каких-то чрезвычайных ситуаций. Кто-то там поломался, не дай бог, или что-то еще. Наши там алгоритмы помощи предполагают, что мы звоним в страховую в какой-то момент, когда у нас случилось ЧП в горах. В страховую обычно там автоответчик, ваш звонок очень важен для нас, подождите, пожалуйста, и прочее. Вы висите на связи там сколько-то минут, вы соединяетесь с какой-нибудь девушкой, которая обычно имеет дело с каким-нибудь ДТП, и вы пытаетесь объяснить ситуацию, что какая группа, какой-нибудь номер назвать, а тут связь пропадает, вы перезваниваете опять, ваш звонок очень важен для нас, пожалуйста, повисите на звонке еще пять минут. А у вас как бы и деньги, и время, и, в общем, вам совершенно не до того. Поэтому вам в любом случае, если вы идете в поход со спутником, телефоном, трекером, неважно чем, нужен координатор, такой прекрасный человек, ваш друг, который в курсе всего-всего вашего похода подробно, который сидит дома или дома, или на работе, у него есть мобильная связь, нормальный интернет, он получает от вас одну смс-ку или одно сообщение, одного звонка ему достаточно, что там Петя сломал ногу на перевале таком-то, он прекрасно знает, где этот перевал, он знает, что все данные Пети, его фамилия, отчество, даты там рождения, номер страховки, паспорта, и прочего, он по нормальному городскому телефону уже связывается со страховой фирмой, объясняет им все, долго с ними висит на телефоне, диктует им всякие странные номера и проводит всю коммуникацию. Через полчаса созваниваются с вами и говорят там, вертолет будет, не будет или что-то еще. Вот. То есть как бы никакой у вас спутниковый телефон не спасет все равно от человека, который следит за вашей группой дома, если у вас такой длинный автономный поход. Спутниковый телефон жестко привязан к оператору связи. То есть то, что мы привыкли к мобильному телефону, купили телефон один в ларьке, туда вставили любую сим-карту, тут такого не работает. Мы купили спутниковый телефон, и он только вот к этой сети. Я сейчас по ним буду подробно говорить. Нельзя купить телефон Иридиум и потом вдруг переделать его под Global Star. То есть вы купили телефон, выбрали вот сеть, посмотрев, например, эту презентацию, и все, он у вас как бы до конца веков. Ну или вот как у меня месяц назад телефон превратился в кирпич. Это уже по независимым от вас обстоятельствам. Мы привыкли еще к нашим мобильным телефонам, то, что какой бы телефон сейчас не взяли бы человека из зала, любой там, что Apple, что Android, что прочее, в принципе, каждый из 10 сидящих может взять телефон там у соседа, и он разберется, как отправить там смс-ки, как там по нему звонить, там заходить в интернет, ну или какие-то базовые функции. В принципе, все понятно. Все спутниковые телефоны, они или очень старых там моделей, сделаны, как правило, там 15 лет назад, у них у всех разные штыречки под зарядку, у них у всех там разная клавиатура. Мне, например, со своего телефона реально пришлось открыть инструкцию, чтобы понять, как там прочитать смс-ки. То есть там может быть такой интерфейс, как бы 90-х годов. Если вы возьмете там телефон где-то у кого-то из друзей или в аренду, купите, не удивляйтесь таким вещам. Собственно, для чего мы применяем спутниковые телефоны и трекеры? Мы связываем группу нашу походную с внешним миром, как вот в примере с МЧС, с нашим координатором похода там дома в большом городе. И более редкий случай, когда у нас есть какой-то базовый лагерь, и от него отходят какие-то отдельные группы. Это обычный альпинизм. У нас есть базовый лагерь, и альпинисты на восхождениях вокруг. Ну, редко такое бывает, потому что спутниковых телефонов на всех не напасешься. Давайте теперь будем про спутниковые операторы отдельные говорить. Если у вас какие-то вопросы, нас тут немного, можете сразу задавать, вот по ходу дела я или отвечу, или скажу, что ответ будет чуть позже. Самая известная спутниковая сеть — это Iridium. Покрывает всю планету целиком. Единственное, чем вы можете пользоваться на полюсах планеты, в Антарктите или где-то еще. В качестве связи раньше вы можете найти отзывы в интернете, что было плохенько. Они обновили спутниковую сеть уже, наверное, года как-два назад. И связь стала прекрасно, хорошей. Смотрите, про стоимость. Во всей этой презентации будет много, где встречаться какая-то стоимость. Я пытался ее готовить долго и нудно, обновлять цифры по стоимости всего. Где-то у меня это получилось, где-то не получилось. Некоторые фирмы подняли цены раза в два и уже успели их опустить. Некоторые вообще, видимо, не трогали свои сайты несколько месяцев как. Кто-то не стал париться и поставил просто «звоните РУП по предзаказу» и прочее. Цен у них как бы нет. Я ставил как бы цены старые. Например, стоимости самих аппаратов – это старая стоимость. А тарифную сетку они вывесили у себя, она как бы есть. Да, тарифная сетка в Иридиуме. В чем как бы плюс? Они ее не поменяли и не повысили. Они сказали, у нас все останется так, как есть. Это положительный момент. Трицательный момент, если вдруг у вас такой телефон есть или у друзей, в России теперь нельзя будет найти к ним сим-карты. Зато они разрешили сим-карты продлевать, доплачивать и переоформлять на других лиц бесплатно. То есть у Иридиума была такая система, вы покупаете телефон или берете в аренду саму железку, и у него обычные сим-карты, как мы привыкли в наших телефонах. У них там какой-то оплачиваемый тариф, например, вы там взяли на полгода и сколько-то минут. Полгода эти закончились, и ваши все деньги сгорели. Они разрешили туда как бы докидывать деньги, переоформлять на других людей. И теперь, если у ваших друзей есть сим-карты Иридиума, теперь это в этой стране ценность, потому что их не достать. Тарифы и на этом слайде, и на следующих, которые вы увидите, это пример. Просто, чтобы понять порядок цифр. Связь дорогая. Потому что у каждого оператора есть своя огромная тарифная сетка с тарифом таким, сяким, как у любого обычного мобильного оператора. Там каждый выбирает, что ему нужно. Собственно, цифры для сравнения Иридиума – это самое дорогое, что можно только придумать. Следующая спутниковая сеть – это Турайя. Тут пришлось поставить карту. Турайя, вот видите, две красных точки на экваторе. Это два спутника, которые у них есть. Это геостационарные спутники, они над экватором и всегда висят в одной точке. Ну, почему их можно не нарисовать? Геостационарные. Через них осуществляется связь. К чему вся эта карта? Что в этом случае ваш телефон должен быть направлен на этот спутник. Обычно мы ходим, ну, мы уже обречены находить походы по России. У нас популярнейший регион – это Кавказ, ну и, например, Алтай. Эти спутники получаются как раз из этих мест строго на юг. Если у нас закрыт горизонт на юг, например, Кавказским хребтом, Алтайскими горами или чем угодно, то у нас связи нет. Или мы во враге каком-то таком, который закрывает вид на юг, чем мы севернее находимся, ближе к полярному кругу, тем у нас как бы спутники становятся ниже к горизонту, и нам даже какой-то высокий лес может закрыть их для связи. Мне рассказывали, например, на Плато-Путоран, с юга Плато-Путорана человек связывался, но он был на самом плато, никакого леса не было через Турайю. Если вы, не знаю, в Краснодарском крае, в Подмосковье, то у вас тоже будет нормальная, хорошая связь. Если вы на Кавказе вблизи Безингийской стены, ну, в Российском Кавказе, когда у вас горы с юга, то у вас, скорее всего, Турайя будет не ловить, плохо работать и прочее. Это надо учитывать, когда вы готовитесь, собираетесь в поход в определенный какой-то регион. Турайя, она сильно дешевле. Вот сейчас стало, это сейчас цена 60 рублей примерно в минуту, должен покупать тарифы. Здесь большой плюс Турайя есть, туда можно вставить сим-карту обычного нашего оператора, там, вынуть из-за мобильного телефона. И оно по очень конским невыгодным тарифам, но вы сможете звонить. Вот, тоже надо лучше это изначально проверить, уточнить у своего обычного оператора. Да, но это такой хороший вариант на какой-то аварийный такой случай, чего-то такого вот, каких-то таких вещей. Качество здесь тоже хорошее, люди не жалуются, которые звонят. Вот, но только надо помнить про видимость к экватору. Цена вот сейчас вот такая, через неделю, может быть, будет другой. Еще одна, еще один оператор спутниковой связи, Инмарсат, менее известная, придумана для моряков, но здесь тот же самый принцип, что с Турайей. Турайя — это Объединенные Арабские Эмираты придумали, а это для моряков, тут спутников чуть больше, но они такие же геостационарные, тоже должен быть у вас открытый горизонт на юг в северном полушарии. Что удалось понять? Она самая менее распространенная, почему я сюда ее вставляю не говорю. Обычно все начинают вспоминать о том, что надо спутниковый телефон взять в поход, как всегда там за неделю до, уже все взяли везде в аренду, ничего нет, когда все гугляют про Иридиум, а Инмарсат еще где-нибудь остался в каком-нибудь прокате, вот можно про него вспомнить, в принципе, тоже пользоваться. Это я вам сейчас говорил про голосовую связь в основном, ну и смски. Еще была одна спутниковая сеть Global Star, сейчас мы о ней тоже скажем, там смски нельзя было отправлять. Собственно, это вот про традиционную связь. Еще у нас есть, ну иногда кому-то нужно, бывает и вообще, это мобильный Wi-Fi, мобильный Wi-Fi, точки доступа. Вот мы сейчас слышим, что Илон Маск пытается сделать по всему свету, это вот, грубо говоря, то же самое, только это будет размещаемое на машине, грубо говоря, неносимый это будет комплект, и раздавать интернет вокруг себя. В общем, если у вас какое-то мероприятие, которое вот более стационарное, и вам надо пользоваться интернетом, его раздавать на свои мобильнички, именно спутникам очень-очень дорогим, вот имейте в виду, что есть такие два устройства, по сути их только два, и только есть у Иридиума и у Тураи. Турая подешевле, Иридиум побыстрее. Вот, они, собственно, ускорили, обновили спутники, и теперь там и у Иридиума стала более-менее нормальная скорость. Вот. Цена, как всегда, может обновиться, собственно, тарифы лучше смотреть, когда вы решите этим всем делом пользоваться. Значит, спутниковые трекеры и коммуникаторы, или мессенджеры, как их еще называют, основная функция этих устройств, что они передают GPS-координаты, свои GPS-координаты на спутник обратно, а оттуда уже в интернет, и ваши друзья, там, родители могут смотреть дома, как вы идете, вот, например, как на этом скриншоте, как вы там гуляете в прямом эфире. Вот, и некоторые из них, в общем, большинство, могут еще отправить сообщения туда и обратно, то есть это вот именно переписочка без голосовых пакетов. То есть вот такое вот спутниковый телефон именно делать не умеет. Если у вас случилось ЧП, то вам надо диктовать человеку ваши координаты голосом, смотря в GPS-ку, ну, или бы там набирать смс-очку через клавиатуру девятикнопочную, что неудобно. А здесь это происходит в автоматическом режиме. Какие они бывают? Бывает много всяких разных. Смотрите, только две спутниковые сети замечены в том, что они делают, точнее, которых используют для таких спутниковых коммуникаторов и трекеров. Это Global Star, который прекратил работать в России, и Iridium, у которого всемирное покрытие Земли. Я здесь оставил Global Star, а в голосовой связи убрал. Значит, в голосовой связи 5 марта Global Star помахала ручкой в России и сказал, что работать он не будет. Но мы часто ходим на Кавказ, популярный такой регион. Там рядом есть база в Турции, которая располагается, наземная. И там еще будет добивать односторонняя связь. Вот у кого остались спутниковые трекеры Spot, вот самые-самые левые, они были самые дешевые, поэтому они еще много где есть. И у кого еще оплачен тариф, он просто оплачивался там обычно на год вперед. Те еще могут пойти этим летом со Spot. У кого он не оплачен, он в принципе очень невыгодный, потому что он может отправлять ваше местоположение только и отправлять сообщения, заранее на него записанные на большую землю. То есть вот видите вот этот приборчик, там вот какие кнопочки вы видите, те по сути и есть. С нами все хорошо, SOS, HELP и по сути там все. Их поэтому уже и не очень любят, появилось много всякого другого, что позволяет вам двухстороннюю связь организовывать. У кого они есть и оплачены, то пожалуйста. Если вдруг вам предлагают где-то взять по дешевке, имейте в виду, что вам надо оплатить будет 220 долларов в год, а сходить скорее всего один поход. Но вот этим летом на Кавказе оно еще будет работать. Рядышком вот это есть SpotX, SpotX их даже непонятно почему в России продают, в общем это еще более экзотическая штука, должна работать плохо, но в общем так же этим летом на Кавказе она еще может работать, если вдруг кого-то посчастливится стать ее обладателем. Они как-то не очень стали популярны. Одна из причин Globalstar почему ушел из России, у них было тут старое умирающее оборудование, они по-видимому очень использовали эту ситуацию, всю о том, чтобы сказать, что ребятоньки мы не будем ничего продлевать, работать тут дальше. Но если вдруг у вас или у ваших друзей были телефоны Globalstar, можно им на сайт написать, на электронную почту, сказать, верните наши деньги, потому что там у людей было оплачено. Они присылают прекрасное письмо, в котором можно распечатать заявление на возврат денег и отправить им живой почтой в их офис. Но вот мне пока деньги не вернули, которые были на счету. А спутниковые трекеры, собственно, да, для России уже их не актуальны. Остались два трекера Иридиумовских, Rockstar Pro и Garmin Enrich. Они очень-очень похожи. На следующем слайде у меня там будет, вы сможете, если что, почитать отдельное сравнение. Их основные функции, да, они отправляют также ваше местоположение в заданном вам интервале, где вы есть. Ваши родственники могут смотреть, о, включилась назад, могут смотреть, где вы находитесь. И вы можете переписываться с ними, двухсторонняя связь полноценная. Все они, видите, у них очень мало кнопочек на них. Можно убогенько набирать, вот он, собственно, можете его подержать и попередавать. Вот этим вот недоджойстиком можно там набирать сообщения, но это, понятное дело, очень неудобно. Это пойдет только для каких-то зимних походов, когда вы в толстых варежках, перчатках, и больше никаких вариантов у вас нет. Все они соединяются с телефоном по Bluetooth, и вот в телефоне это уже становится едой, что называется. В телефоне там есть приложение, каждому из них свое. И там это принимает форму привычного нам мессенджера с галочками, что сообщение ушло, доставлено, прочитано и так далее. Rockstar, он, сама железка делается в Великобритании, а вот фирма, которой занимается все, она российская. Сайт российский, техподдержка российская, мало чего понимает, но в целом российская. И оплачивается он через Россию. По сути, это сейчас Rockstar, это единственная штука, которую вы можете использовать этим летом в походах без танца с бубном. Garmin Enrich очень все тоже похоже. У них водозащита поменьше. Как бы если кто-то собирается в водные походы и прям купать в воде, то вот Rockstar, он как бы IPX8, то есть его прямо на долговременное погружение они сертифицируют, а Garmin Enrich на кратковременное. Ну то есть валяться в лужу байдарки, по идее, он не должен. Но для любого другого туризма подойдет. Garmin просто придется оплачивать картой забугорной, кто не успел разжиться или придется разжиться, с российской уже не пройдет. На самом деле у них это для туризма еще получается достаточно бюджетная штука, потому что здесь вы можете купить или взять у друзей прибор и заплатить за поход всего, например, в Rockstar 5000 рублей. И вам хватит этого, пакет сообщений вам хватит, чтобы вам общаться, отправлять сообщения, переписываться, получать погоду вот в течение обычного похода. Собственно, функция получения погоды это самое приятное, из-за что я полюбил спутниковые трекеры. А вот эти вот они умеют с устройства на устройство. Если у вас в соседней группы есть вот, у кого он ходит сейчас по рядам Rockstar или Enrich, вы можете с другую группу сообщить. Там они отправляют сообщения и на электронную почту, и на смс-ку, и в общем, каким образом, каким угодно образом. Есть и кнопочка SOS экстренная, и там обычно все настраивается через сайт. Вы там на сайте пишите там экстренные контакты, куда это сообщение попадет в случае, если что. Вот. Ну, то есть, например, в случае Rockstar оно уходит как бы на фирму, которая это обслуживает, но вы им там можете написать в случае чего звоните мой координатор Вася, вот его мобильник. Да, я хотел как бы сказать, на практике, если как бы у вас сейчас съест медведь конкретно в этом случае, конечно, лучше позвонить. Просто на практике так это еще получается, что одним звонком не обходится. И еще мы всегда вот, ну почему сейчас люди все больше любят мессенджеры, любят, чтобы им написали, а не позвонили. Вот вам позвонили, а еще у вас что-то случилось, например, действительно плохое, свищет ветер, как из окна, и, в общем, что-то вот не то, и вам сказали, в полтретьего, о-о-о-о, и вы не знаете точно, что там, позвоню, вылетит вертолет, уже прилетит, в полтретьего мне ответят, или что произойдет. А тут у вас есть конкретное сообщение. Вот. То есть вот мы летом сидели на платпоторан, за нами не ехал катер 12 часов. Вот у меня была и спутниковый телефон был, и трекер. И вот приятнее было общаться по трекеру, потому что вам конкретно типа пишут, типа там тогда-то и тогда-то. Вы это все читаете. То есть даже если вот прям вот случилось что-то вот экстренно все плохое, прям вызывать МЧС, удобнее это сообщение все-таки набрать, потому что там есть куча функций заранее набранных сообщений того и сего. Вот. Это как бы ну конкретика, которая у вас останется. Вы потом в суматохе, что-то у вас происходит, бурная жизнь, вы можете просто забыть, что вам сказали. Или там, не знаю, там вам врач прислал инструкцию, что делать. Вот тут он вам точно пришлет текстом, поработан этим сообщением, чтобы оно там влезло в количество этих знаков, чтобы вам все дошло. А когда оно вам как бы диктуют, то может быть по-разному. У меня всегда в герме со спутниковым телефоном блокнотик с карандашом ездил, чтобы если что такое произойдет, я мог прямо записать. Вот. А здесь сообщением как бы спокойней. Вот. И получение погоды с трекером стало приятным, потому что раньше, если мне было очень-очень надо, у меня вот был Spot Gen3 и спутниковый телефон Global Star. Это у меня было через биоробота. Я отправлял сообщение, что мы здесь, там можно отдельной кнопкой, отдельный вид сообщения создавать. Это уходило моему другу, сообщение ему приходило, подготовь прогноз погоды по этой точке, я тебе позвоню через полчаса. У него было полчаса, чтобы как бы все подготовить. Он знал, что через полчаса я ему позвоню обычным голосом, и он мне продиктует прогноз погоды, который он посмотрит в интернете, в карте, по тем координатам, где я есть. Но это очень долго, сложно, надо напрягать человека, неприятно, и такое вот все. А здесь это прямо в приложении, которое у вас по блютусу коннектится вот с устройством. Вы лежите в палаточке, оно у вас там или на верхней полке лежит, или просто на полянке, ну где деревьев нет, а у вас палатка, предположим, в деревьях. Вы лежа в спальничке, переписываетесь, погоду получаете. Вот очень приятно. И так вот на практике, если не что-то прям экстренное, по спутниковому телефону проще звонить людям, ну вот, которые там какие-нибудь там конневоды, которые там водители, или вот какие-то вот, которые люди там вам встречаются, вот им позвонить, сказать, что мы будем чуть пораньше, чуть попозже. Баню истопить, вот сегодня мы придем сегодня, а не завтра как собирались. Что-то эти люди вот местные, которые вот, они не очень дружат с этими смс-ками, не знаю, как там что-то дойдет. Вот, а тут им позвонили, вот они простые люди, это они понимают. А в трекере, в случае трекера, это сделают через координатор. Я напишу там брату, позвони этим, у него все телефоны как бы уже есть, естественно, если отправляюсь в поход. Вот, скажи им, что мы там в баню придем пораньше, грубо говоря. Вот, то есть, вот в моем мире спутниковый трекер, он сейчас такая полноценная, нормальная замена телефону, при том, что цена его просто на порядке меньше получается в обслуживании, чем у телефона. Вот. Смотрите, вот этот вот Garmin, это гибрид с навигатором. То есть он навигатор, гарминовский прибор с экраном, GPS-ка для навигации, еще оно отправляет через Иридиум, собственно, и сообщения, и ваше местоположение. Вот. Собственно, как их сейчас в России купить, наверное, тоже будет уже никак. Вот. То есть у них как бы цены какие-то на сайте есть, но вот если их добавить уже в корзину и попросить купить, вот, насколько их хватит. А Rockstar, они, собственно говоря, есть. И, собственно, у них было две недели назад цена 93 тысячи, сейчас они опустили до 83. Может быть, и еще опустят. Вот. И про Rockstar есть хорошая, в общем, к ним поддержка. Вот. Есть еще вопросы про трекеры, вот про такие? А мини, это вот все то же самое, только тут маленький, меньше кнопок, нет экранчик, тут нет GPS-ки. То есть все то же самое. Да, это вот как бы они вот одинаковые, да, без навигатора и все, да. Да, еще вот у кого гуляет эта штуковина, там сзади такой есть колпачок. На столе. А, сейчас. Это главное, если вы думаете, что мир перешел на Type-C и на что-то еще, вот можете полюбоваться, какой разъем здесь. Это его, это как это, шаг назад 15 лет назад. Вот. У Garmin'ов более новый разъем, этот microUSB. То есть тоже ни Type-C, ни Lightning никакой. Если что, на AliExpress продаются переходнички, например, с Type-C вот на microUSB, на miniUSB, ну, чтобы вам не носить кучу проводочков с собой от Powerbank. Аккумулятора его хватает просто на бесконечность. И даже люди в зимние походы пишут, как бы нормально, спокойно хватает. Мне вот на двухнедельный поход с отправкой там трека периодической, перепиской, получением погоды и, в общем, от души я и пользовался, он у меня садился максимум, у меня там было 78% оставалось зарядки. То есть там, конечно, внутренняя литиевая батарея, которую, если придет когда-то в негодность, как любой там литиевый аккумулятор, надо будет ехать к ним и менять его за отдельные деньги. Но вот в плане там на протяжении лет пяти и на походы хватает вот так вот с головой, то есть заряжать его, собственно говоря, вам в походе не придется никогда, только если вы не будете жить там месяцами в лесу. Одна сводка, у него три сообщения, но на самом деле может быть больше иногда не доходит. В общем, они пишут типа три сообщения. Там, если интересно, я сейчас дам ссылочку на инструкции, там у них подробно все описано. Одно сообщение уходит как бы за запрос погоды, и еще два как бы за доставку, два, потому что на смартфон они террифицируют больше. Ну, эти будут смотреть у себя в смартфоне, в приложении. Тогда приходит чуть дороже. Это был следующий вопрос. Если у меня нет смартфона, для меня это будет апрокадавр, текстного видения. Просто вы не получите погоду. То есть у него вот в таком состоянии родном, это очень простецкая штуковина. Видимо, железка сама разрабатывалась реально, видимо, в начале 2000-х годов, судя по разъему. Ее пытаются расширить ее функционал приложением. Вот. То есть там, чтобы отправить просто смс-ку от него, надо очень постараться. Вот, в общем, кто вот помнит древние-древние телефоны, тот справится. Ну, и там были еще такие прекрасные вещи, что вы такие задумались, отвлеклись, у вас гаснет экран, ну, как там, 15 секунд по тайм-ауту, энергосберегающий режим, и все стирается. Вот. То есть это вот, ну, вот на самый крайний, типа, вариант, вот как бы он, оно такое есть. Пытаются обновлять там прошивки и все такое прочее, но вот он становится нормальным, только когда у вас, ну, смартфон есть. Смотрите, это, если хотите, сфотографируете, просто, ну, да, или там потом могу оставить. Если вы просто вобьете в Google сравнение Enrich и Rockstar, вам просто выдаст эту статью, собственно, вот про последние трекеры, которые я дольше всего рассказывал, Иридиумовские, там все очень-очень подробно расписано, просто сейчас у нас времени столько нету, и если это было всем актуально, вы точно знали. Посерединке это канал о новостях спутниковой связи, вот Пермспутник Нью. Этот Пермспутник, просто вобьете сайт Пермспутник, это человек-энтузиаст, вот магазин у него, который дает в аренду эти приборы и продает, вот, собственно, он был огромным, там, знанием по всем этим трекерам, и он очень много о них пишет, если вам они интересны, вот подписывайтесь. И конкретно о Rockstar, куда он выкладывает обновления прошивки, самые новые инструкции и прочее, вот лучше смотреть тоже у него, а не у официального МВС-телеком, который официально их занимается и Rockstar'ом в России. Вот, собственно, как бы вот здесь дилер, Пермспутник, он как бы в этом деле впереди планеты всей, скажем так. Вот. Так, я могу, в общем, слайд включить потом, если что. Тут, ну, кто так. Теперь про радиосвязь. Если Иридиум, ну, например, на сегодняшний день он в России работает, в Rockstar'е там вообще, как бы сайт даже в России, пока они не собираются нас отключать, но, в принципе, может, вот, пока я тут читаю, может, они уже и решили Россию отключить. Чем прекрасна радиосвязь? Она у нас своя, локально, в нашей группе, от нас зависит, что бы не произошло. Мы можем ею пользоваться всегда. Применяем мы ее, ну, для связи внутри группы чаще всего, забегая вперед, если мы вот внутри нашей пешеходной группы, вот, не далее там 50 метров общаемся, просто чтобы не кричать, удобно вот такие маленькие короткие антеннки ставить, они в глаз не тыкаются. Вот. На пешеходную группу максимум три штуки. Вот больше начинается просто треп в сети, а чего-нибудь пообсуждать, чем больше вы говорите, тем больше вы сажаете аккумулятор, аккумуляторы быстро заканчиваются. Думаете, вы взяли много раций, а на самом деле получается, что они у вас быстренько все выходят. То есть, как бы, две минимумы и третья запасная. Там у лидера, у замыкающего и у руководителя в серединке. Самый идеальный вариант. Виллпоходы в Эфибу очень сложно сделать без радиостанций. Там лучше дать каждому и как раз гарнитуру дать. Про гарнитуру тоже буду рассказывать потом. И на сплав тоже на каждую байдарку. В альпинизме то, что на практике хватало обычно у лидирующей связки, они хотя бы что-то объясняют, скажут, вот тут закладку снимите, не забудьте, тут такой-то нюанс и прочее. Если есть больше радиостанций, то лучше, конечно, каждые связки раздать. Туризм пойдет на каждую машину. Горнолыжные выезды самые популярные сейчас по применению, где применяются радиостанции, все в горы ездят с рациями, удобно, классно и так далее. Тоже чуть об этом всем скажу. Сейчас буду объяснять, как выбирать радиостанцию, как это все работает. чуть-чуть буду в одном предложении объяснять курс физики за там восьмой класс, кто вообще физику дом не прогуливал, просто сейчас перетерпите 10 минут, пока я очень пытаюсь просто объяснить на пальцах, как это работает, чтобы потом было понятно, о чем речь. Как мы выбираем радиостанции, диапазон и прочее. Объяснение супер для гуманитариев. волны, представьте, такие вот морские, они у нас бывают часто на ножке плюк-плюк морем, бывают редко. Это частота волны, да? Еще понять длина волны между одной вершиной волны и другой вершиной волны померили линейкой. Может быть большая длина волны, может маленькая. Если у нас длинная волна, то частота у нас низкая и наоборот. зачем это нам как бы надо знать? Чем длиннее у нас волна, тем больше препятствий она может обойти. Например, наши деревья, валуны или что-то такое, если мы хотим работать в лесу. Самое простое. Исходя из этого прекрасного слайда, нам нужна для туризма как можно более длинная волна. Согласны, да? Никого не смутило мое упрощение сути да нельзя. Чтобы мы особо не думали на том, какую частоту волну выбрать, можно посмотреть, что у нас разрешено в государстве или в мире вообще. у нас собственно выделено всего несколько диапазонов, в которых мы можем спокойно общаться, зная, что мы ничего не нарушим, никуда не залезем и никому не навредим. Вот исходя из предыдущего слайда и рассуждений про длину волны, какой нам диапазон лучше всего выбрать для туризма? Ну а вот просто исходя из предыдущего слайда и про длину волны, какой из этих диапазонов будет иметь большую... Да, 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 Сиби, Цивил Бен, самый первый, тут самая низкая частота, самая длинная длина волны, 11 метров, если я не ошибаюсь, кто меня поправит, обойдет любой ствол дерева, самое дальнее, лучше всего обходит все на свете, прекрасная штука, все было бы хорошо, все хорошо в теории, но на практике это вот такие радиостанции огромные, их, во-первых, есть просто физическое ограничение, что мы не можем их сделать меньше, там, тут вообще и так короткая антенна, а должна быть на самом деле больше, во-вторых, например, эта радиостанция питается от восьми пальчиковых аккумуляторов, ну, то есть таким кирпичом можно убить, вот, поэтому они не шутко пользуются популярностью, понятное дело, у туристов, потому что это огромная штуковина, этим в основном пользуются дальнобойщики, водители, да, естественно, не таким диапазоном, у них это комплектации в кабине и с тангетой, это вот как раз носимый вариант, но с этим вы можете связаться с дальнобойщиком, собственно, это автостопный вариант, попросить, чтобы остановили и забрали, вот, так применялось, потому что дальнобойщикам совершенно все равно навес, энергопотребление и на длину антенн, они себе на машину цепляют все, что угодно, но оно свободно в принципе по всему миру, собственно, Civil Band расшифровит, как гражданский диапазон, так исторически сложилось, что он первый стал, как бы, свободно распространен, везде, следующая проходимость, хорошая, которая у нас там внизу под серыми буквами, 144-146 МГц, он, скажем так, непопулярный, для него нет красивого названия, и для него формально в этой стране нужно разрешение радиооператора, и тут есть какие-нибудь радиооператоры вот в этом зале, о, господи, радиооператор, кстати, с четвертым уровнем посвящения, официально, вот первый радиооператор, который, я вот эту лекцию, наверное, раз четвертый провожу, я всегда спрашиваю, вы знаете, еще живого радиооператора, первый, которого я вижу, что был живой радиооператор, собственно, Тебе, следующий вопрос, вы пользуетесь этим, вот этим диапазонами, вот, сейчас вы меня будете тогда ругаться, что я буду агитировать людей, и вы меня поправите, если что, видите, радиооператор, тоже есть такое хобби, правильно, вот кому-то надо рыбу поймать, кто-то хочет по радиооператорствовать, поймать сигналы с другого города, это государством регулируется, собственно, вот этим вот трем диапазонам вы можете спокойно как бы пользоваться, без всяких разрешений, купили и пошли, вот здесь вам надо формально иметь самое, как бы низовое разрешение, права на мопед, вот так, работая в нем в городе, вы, во-первых, будете мешать людям заниматься их хобби, это как бы раз, во-вторых, это штраф 400 рублей, вот, по Куапу, практика такая, что когда люди работают в лесу, во-первых, они, по-видимому, вам не мешают, когда они работают в лесу, вот, ну да, они до вас не добивают из леса, вот, то есть, как бы, нормальным радиооператорам туристы не мешают, почему я диапазонку выделяю, вот, если можно прийти, ну, это как бы теория, формально вы нарушаете 400 рублей штрафа и ата-та, в реальности, вы приезжаете, например, в альплагерь Безинги, вам там дают радиостанцию в вашей группе, и там есть, как бы, свой спасательный отряд, она будет работать в таком диапазоне, МЧС работает, в таком диапазоне, на Камчатке вы приезжаете, говорит, вот у нас тут канал гидов есть, хаотично сложилось, никто ни с кем ничего не согласовывал, ничего, они работают вот в этом вот, и какой-то канал дальнобойщиков тоже в нем, то есть, это как бы диапазон, в котором, если вам очень хочется залезть туда, куда, не ошибка, можно, но хочется проходимость волны получше, то тогда вот лезьте вот сюда, вот тут, по крайней мере, сильно людям не навредите, вот, и не залезете ни в какие диапазоны, где там будут вас совсем-совсем ругать, ну, то есть, грубо говоря, здесь вам ничего не сделают, вас никто не узнает, что вы им пользуетесь, а есть, грубо говоря, диапазоны, ну, например, есть прямо статья в уголовном кодексе о нарушении правил работы, грубо говоря, авиадиспетчеров, вы, конечно, в такой радиостанции туда не залезете, ну, вдруг вам не повезло дико, вот, это прямо можно вот загреметь, если вы вдруг начали общаться на чистоте авиадиспетчеров, всякие холивары на форумах происходят, типа того, что все пишут, да, мы там общаемся, даже это чисто стихи, а у нашего альп-клуба, там, секции тур-клуба, вот у нас принята какая-то чистота внутриклубная вот в этом диапазоне, приходит кто-то, кто-то не вот, пришел ни разу ради, радиолюбитель не сказал, вы мне мешаете, и вообще это а-та-та, приходит кто-то, говорит, я знаю радиолюбителя, вы, наверное, вы ему мешаете, никто не пришел и сказал, что, в общем, не изымал я никогда, и никто и не ругался, реально, что вот вы мне мешаете, никогда не слышал, по идее, вас должны поймать за руку, чтобы вы это не сделаете, нет контролирующего органа, да, 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 собственно, там написано в коопе именно передача, вот, я даже не знаю, какой орган, насколько он работает, который должен за этим следить, вот, и никто не знает, ну, то есть, как бы, вот, когда по этому диапазону начнут фейки передавать, тут же законы сделают, всем раздадут, как бы там, как следить, а пока, как бы, это всем пользуются, туристы в лесу, всем чихать абсолютно, но здесь очень, как бы, ушла практика, вот, далеко от законодательства, да, я вообще никогда такого не слышал, да, это, сейчас я еще там будет, у меня про мощность этих LPD, PMR чуть ниже, ну, вот, там, вот, радиопителю, вы так все знаете, вам будет скучно, я сейчас народу массово расскажу, да, LPD расшифровывается как Low Power Device, а PMR, Privat Mobile Radio, собственно, вам совершенно не нужно знать эти обозначения, собственно, два диапазона, то, что вы зайдете, купите в любом, там, туристическом магазине охоты и рыбалка, в связном метро, вот, у вас попадет или билет, либо это, 50 на 50 процентов, они спокойно разрешены, обратите внимание, вот, диапазоны не пересекаются, сейчас я про это чуть-чуть тоже расскажу, покажу, господи, что ближе, как бы, к практике, и что происходит во полях, в походах, и во всем наших делах, происходит какие-то две группы, или там, в чате списываются люди, и обычно не знаю, что у них за радиостанции, PMR, LPD, у нас какие-то две и работают, вот, вот, практика в жизни, не знаю, что, как узнать, в каком она диапазоне, либо просто взять модель, загуглить, но обычно это уже случается на тропе, на восхождении и прочее, и люди не знают, что, взяли радиостанцию, включили, пощелкали, вот, самую примитивную, просто, каналчики, если их 69, то это LPD, если их 8, то PMR, случается, исключение, если у вас очень-очень древняя радиостанция LPD, там будет всего 16 каналов, но это надо найти такого человека, она у него будет очень древняя, скорее всего, это просто радиостанция уже не дожили у тех людей, кто активно ходит в походы, это было давно и неправда, и PMR в Европе уже 16 каналов, и в Декатлоне уже продается радиостанция на PMR, тоже на 16 каналов, PMR-овская, но я гуглил, я так и не нашел, чтобы у нас пролицензировали вот эти еще 8 каналов PMR, не знаете ничего про это дело, то есть, то, что у нас в России официально их как бы 8, вы можете, в общем, видеть радиостанцию, в которой 16 каналов, это будет тоже написано PMR, они с тем же самым шагом дальше продлеваются, но вот обратите внимание, что между каждым каналом тут один и тот же шаг, то есть, это два самых популярных диапазона в мире, и им, поскольку часто пользуются люди, каждый из этих частот, их дали название, там, первый, второй, третий, четвертый канал, для понимания еще раз, это как аналог, вот у нас есть телевизор, кто-то его, наверное, еще смотрит, там есть канал STS, и есть канал ORT, например, у них у каждого, на самом деле, они вещают на какой-то частоте, вот она написана в каждой, вот, какие-то там, какие-то тоже герцы, вот, но мы знаем его, мы ни в представлении не имеем, какая-то частота, мы знаем, что это канал STS, вот, потому что нам так проще жить, вот здесь та же самая история, только не STS канал, а там, какой-нибудь номер, 14 канал, вот, и мы можем, так сказать, мы вот 14 канал ЛПД, и у себя тоже, все поставили 14 канал ЛПД, все в группе, и могут друг с другом общаться, обратите внимание, что если у людей, вы общаетесь, скажем, давайте скажу я на пятом канале ЛПД, все себе поставили циферку 5, это интуитивно понятно, поймет любой, кто не слушал никакую лекцию, ничего не знает и прочее, он умеет циферки на рации перебирать, пятый канал ЛПД, не совпадает с пятым каналом ПМР, цифер как бы разные со всем, и у вас рации не сконнектятся, это, ну, как бы просто нужно понимать, людям как бы объяснять, что они у вас могут просто не совпать, сеть, двухметровый диапазон, который вот с самыми простыми правами, как на мопед, там нету вот этих выделенных, общепринятых каналов, там есть просто частота, просто вот частота с такими же цифрами, которые не очень привычны и понятны обычному человеку, то есть там я не смогу сказать какой-нибудь там пятый канал двухметрового диапазона, мне придется просто диктовать цифры длинные и нудные, есть, естественно, радиостанции, которые могут настраиваться и на тот, и на тот диапазон, что и на ЛПД, что на ПМР, и еще на какой-то, вот, собственно, у меня тут скриншоты, вот две у меня радиостанции, простая, дешевая, которая, грубо говоря, вы можете такое купить в любом связном, здесь просто на экране циферки два, и все, вот два у меня и все, я не знаю, что это такое, пока я не прокручу там список каналов, вот этой вот большой кнопочкой, до девятого, я не пойму даже, что она ПМР, она или ЛПД, у меня есть эта таблица, я ее даже, как бы, можно ее носить с собой, брать в золоминировать, или там в гермочку, на тот случай, если вы встретите кого-то в горах, другую группу, вот, таблицу частот этих, чтобы знать, как состыковать рации, соспарить, я поставлю в радиостанции, вот такой вот, любой, у которой есть большая клавиатура, здесь клавиатура, ну, хотите тоже, подержите кому, да, здесь клавиатура полноценная, могу набрать любую частоту, если у меня есть табличка соответствия каналов и частот, я могу соспарить две рации из разных групп, вот, вот у меня второй канал ЛПД, это 433100, вот я набрал цифры такие там, там у меня все сошлось, даже не зная особо какой-то теории, собственно, радиостанция слева, это Баффенк, мы будем о нем еще говорить, он может прослушивать одновременно две частоты, вы можете вот так его настроить, собственно, сейчас рабочая строка, это вот эта верхняя галочка стоит, вот я сейчас работаю вот в этом, вот в этой строке, вот, а это получается уже следующий канал, получается третий ЛПД, если мне память не изменяет, 433125, можем проверить, да, это третий канал ЛПД, понятно, вот как состыковать радиостанции из разных диапазонов, так, теперь про стана, это более сложная штуковина, даже почему-то несложно объяснять, это тоже, когда вы встречаете людей, с которым вам надо друзей пойти в там, в поход, в клуб или прочее, обсудить с ними, что у вас радиостанции, как мы будем общаться, они говорят, у меня радиостанция, и там еще 50 подканалов шифрования, как их только не называют, и люди думают, что это какая-то штука, которая их прекрасно шифрует от кого-то, на самом деле, это вещь, все, кто там видели какие-то радиостанции, там хоть в фильме, они всегда говорят, вот так вот, неприятно, чтобы этого и избавиться, от этих помех, включают субтоналы, аналоговые цифровые, или чтобы не слушать другие группы, чтобы они вам не мешали, вот, фраза хорошая, закрыться на субтон, вы ставите себе сочетание канала какого-то, какого-то субтона, и если в нашей группе субтон, впадает субтонный субкод, мы будем слышать друг друга, но не слышать других людей, на самом деле, это еще такая обманчивая штука, что вот мы с вами сказали, мы будем общаться во втором канале ЛПД, и там, в общем, на каком-нибудь, на каком-то цифровом субкоде, нам все хорошо, но другие люди, другие альпинисты рядом, они продолжают общаться на втором канале, и они по-прежнему забивают, используют этот канал, у нас радиостанция будет, например, этот Баффенк будет экранчиком мигать, что он принимает на этом канале, какую-то, что-то принимает, он понимает, нет нужного тона, который я тут выставил, и он не будет мне открывать динамик, не будет просто говорить им, не шуметь, но при этом эти другие люди, мне канал забили, то есть, когда вы будете мне что-то говорить, я тоже не услышу, потому что в этот момент вещают они, чужие, не очень понятно, да, то есть, этим надо пользоваться только, когда рядом очень много людей, ну, например, обычная история в городе, или очень популярный какой-то альпинистский район, когда много людей, и каналов на всех не хватает, но имейте в виду, что вы часть информации будете пропускать, в чем здесь проблема, что если с каналами ЛПД, ПМР, тем прочим, общепринятыми, сетками общеприняты, вы приедете в Австралию, в другую страну, и там вот вы скажете, у меня там ЛПД пятый канал, вас поймут, с саптанами такой стандартизации, общепринятой как бы нет, то есть, у саптанов тоже есть его физическая величина, которая она на самом деле как бы есть, она тоже частотой измеряется, ну, грубо говоря, это такая частота, которая подмешивается в несущую, к основной частоте, я пытаюсь перевести, да, доступный язык, вот, но некоторые производители радиостанций, они думают, это очень сложно для пользователя, возьмем-ка мы их тоже пронумеруем, как с каналами сделали, по порядку, раз, два, три, некоторые, взяли, у нас будет 38, у нас будет 38 саптанов, эту частоту мы вообще пропустим, кто-то сказал, у нас будет 39, кто-то сказал, у нас будет 64, и мы зашнем в свою радиостанцию, и у всех по-разному, просто есть часто повторяющиеся, скажем так, наборы этих саптанов, которые вы можете, ну, вы купили радиостанцию, и поняли, что тут у вас, например, их 50, а у другой группы, в другой группе, тоже саптанов, но их 38, вот благодаря этой таблице, вы можете понять соответствие, на какой радиостанции вам надо поставить, это сложно, его действительно надо гуглить, но таблица соответствия, и саптанов легко находятся в интернете, но уже она более развернутая, широкая, эти все саптана, где-то в глубинных настройках, редко, когда люди доходят до этого дела, но вы можете понять, если вдруг у вас стоит один и тот же канал на всех радиостанциях, кто-то кого-то не слышит, скорее всего проблема в этом, а в радиостанциях, самых популярных в нашей стране, вот в бафингах, там все-таки все просто, там эти саптана и сапкоды, они представлены именно частотой, то есть там просто эти длинные, сложные циферки, надо залезть в пункт меню, их поставить, в общем, если вам не очень понятно, вы не помните, как этим пользоваться, лучше как бы им вообще не пользоваться, и отключать, найти пункт в семене, как это отключить, и про это забить, это сложность, и еще раз, это как бы не закрывает вашу сеть от прослушивания других, другие люди, у которых, вот мы с вами общаемся на втором канале, и на каком-нибудь там саптане, и нам хорошо, а другие, которые общаются просто на втором канале, нас слышат, это мы их не слышим, не значит, что они нас не слышат, не значит, что у вас какая-то там приватная сеть получилась, вы закрылись на саптон, не значит, что другие вас не слышат, вот, собственно, это пример, я здесь поставил пятый аналоговый саптон, как его называют, фирма Мидланд, а он в Бафенге называется вот так, вот, это, если вы хотите работать саптонами, придется вот это подробнее смотреть, так, что у нас дальше, из популярных таких заблуждений и вещей, все хотят купить радиостанцию помощней, просто каждый, кто у меня спрашивает, какой радиостанции, я хочу побольше, 8 ватт хочу, увидел на Алиэкспрессе, Бафенка не 5, давай сюда, это, нам на самом деле не шибко нужна мощность, и на самом деле не шибко нужна так сильно дальность в походах, как нам нужна автономность работы, по ней еще прыгаем по аккумулятору, а мощность радиостанции ее очень сильно сажает, она у вас будет садиться сильно быстрее, а дальность вырастет не сильно совсем, лучше не брать более мощную радиостанцию, потому что вы возьмете более мощную, а всех остальных в вашей группе будет обычная, и они как бы вас будут слышать, у вас же мощная радиостанция, а их радиостанции до вас не добьют, и получается такая односторонняя связь неудобна, второй момент, я вам в стадии выше сказал просто, что ЛПД и ПМР, они вот разрешены у нас в стране, на самом деле если залезть, там официально разрешены до какой-то мощности определенной, причем это, вот видите, пол ватта в ПМРе всего-навсего, и 10 млватт в ЛПД, но вы залазите купить радиостанцию в Яндекс.Маркете, и у вас там просто галочки в фильтрах, 5 ватт, 8 ватт, 3 ватта, просто в разы больше, как бы спрашивают, почему они проводятся в России, и почему как бы вот вроде как бы нельзя, тут аналогия такая же примерно, у нас в городе нельзя ездить сколько там, больше 90 км в час, да, но почему-то не стоит на въезде в населенный пункт ГАИшник, и не останавливают каждую машину, у которой в спидометре есть больше 90 км в час, просто все машины могут ездить с установленной скоростью, как знак ограничивает, и расчет на то, что все соблюдают, здесь точно такая же история, чтобы легально продавать радиостанцию в России, у них у всех есть какой-то пункт меню, отдельная кнопка, у кого что, которая их вводит вот в этот вот разрешенный интервал, то есть грубо говоря, вы хотите начать продавать в России новые радиостанции, новую модель, вы показываете там на таможне или где, что вот она у меня может работать в российском законодательстве, нажимая вот эту кнопку, пик, все, все прекрасно, вот, дальше все эти люди кнопку эту нажимают назад, и общаются все на 5 ваттах, и всем хорошо, вот, просто имейте в виду вот этот режим пониженной мощности, он есть в любой радиостанции, продающейся в России, он как бы для этого, еще иногда он тут случайно включается, это позволяет экономить батарею, но я вам не советую это делать, например, вот в Баофенгах, это очень сокращает здесь дальность связи, и вы такой думаете, ну мы сейчас идем в рамках одной группы, вот, просто под рюкзаками, у всех стоит режим пониженной мощности, а тут я такой, все на привале, ребята, я сбегаю на разведку, есть ли там родник или нет, естественно, я убежал и забыл включить режим повыше, вот, и лучше всегда держать как бы на одном и не париться, и не стремиться за повышенной какой-то мощностью, это, ну, не приводит на самом деле к ничему, к чему-то хорошему. Как увеличить дальность радиосвязи? Это купить антенну побольше. Вот, они продаются на Алиэкспрессе, например, к тем же Баофенгам, есть куча всяких разных комплектующих, вот он продается, я вам дал, а, вот он, вот с такой антенной он продается в коробке, когда штатная его комплектация, иногда вот с такой, зависит от того, как там, чуть подлиннее. Вы можете купить вот такая вот, ногой я называется, собственно, в Алиэкспрессе вы вобьете, если комплектующие антенны к Баофенгу, увидите все, вот эта антенна как раз рассчитана на применение в двухметровом диапазоне, и дальность увеличивается вот как? Она прекрасно сгибается, она прекрасно сгибается в кармане, помещается, то есть в куртке даже, в мембраны, когда дождя спрятались, она, в принципе, согнулась, ну и потом выпрямляется не страшно. То есть, если у вас есть прямовидимость, вот в горах, это все прекрасно. Все, вот, я, у меня было так на 15 километров, мы общались. В лесу, в деревьях, возможно, у тебя офигительная антенна, но из-за того, что просто лес, и ваш диапазон не проходит волна через деревья, вы будете связываться на 2 километра, и все. Вот. Если у вас, как бы, вот, альплагерь, и есть возможность развернуть огромную длинную антенну, поднять радиостанцию просто повыше, ставьте длинную огромную антенну, приворачивайте там к грузовику, будет как бы лучше просто подняли точку, как бы повыше, можно просто ногами подняться. Вы поняли, или вы выбираете диапазон под нее антенну, либо на самом деле все утыкается в походе, почему тут лекцию читаю, в наше, как бы, что нас окружает, другие какие-то вот практически, типа вещи. Вот ее, например, длинную антенну неудобно носить, вот здесь вот цепляя антенну к рюкзаку, или сюда, она в глаз тычется. Это не так удобно. Удобнее носить вот это вот. Но это отвратительно работает в двухметровом диапазоне вообще никак. Я вот до кассы не добью в магазине. Вот. Иногда вот проще носить с тем, что штатно, просто дешево уже в комплекте шло, работает в среднем хорошо во всем, что вот мы можем использовать. Вот оно и используйте. Вот. Когда вы там дойдете до тех вершин, чтобы там резать антенну, раскорочивать, кусывать кусачками, паять отдельно антенну, под тот диапазон, которым вы работаете, вот в радиолюбителе. Про цифровую радиосвязь. Есть цифровые радиостанции. Если очень сейчас грубо, опять упрощая всю физику процесса, у нас в радиоволны радиостанция превращает наш как бы голос. Это то, что придумал Попов там больше ста лет назад. Очень сложно, как раз мы понимаем, что у нас голос, или там вызывание ветра. В общем, очень много помех в итоге получается. В цифровой радиосвязи помех вообще нет, вообще ничего. Там превращаются в электромагнитные волны нолики и единички, которые превращаются в радиостанции. Самой превращаются. Поэтому голос там такой, как на робота похож в старых фильмах. Такой он цифровой. Вот. Про дальность. Дальность примерно, вот если я возьму на той же частоте, на той же с антенной, только цифровую радиостанцию, у меня, как бы, если, грубо говоря, очень грубо, дальность и качество связи, чем дальше, тем плавно так затухает, все хуже и хуже я слышу. Вот. Плавный такой будет график. В цифровой радиосвязи он у меня будет примерно ровный, а под конец просто обрубится. Вот. На практике вот происходит примерно так. В чем проблема цифровой радиосвязи, просто отдельный пункт у меня о ней упоминания и все, в том, что этих цифровых радиостанций нет ни у кого. То есть, если вся моя предыдущая лекция построена на то, что вы там у себя организовали среди друзей, и у тех есть одна группа рации, другая, и вы еще в горах кого-то нашли, и вы можете друг с другом общаться, если у вас куплена цифровая радиостанция, вы не найдете в горах ни у кого-то уже цифровой. Это пока еще очень редкая штуковина. Они еще стоят в два раза дороже. То есть, хорошая, классная штука. Если вы хотите купить себе на семью, например, общаться с семьей, покупайте цифровую, да, классно. Там в альт-клубе, там, например, тоже классно и здорово. Только имейте в виду, что это как бы более дорогие радиостанции, на всех купить будет затратно. Но вы вот так вот под кустом в горах на перевале вы не найдете человека с цифровой радиостанцией, спасатели тоже не будут ее иметь, вы будете общаться с них в аналоговом диапазоне, в обычном. То есть, это пока все-таки как бы основное то, чем мы пользуемся. Так, про антенны и мощность. Ясно, да, в целом? Или еще какие-то вопросы? Про как раз энергопотребление. Смотрите, сейчас я вам скажу, почему я как бы еще топлю за Баффен, самая популярная у нас радиостанция, к нему очень много всяких разных комплектующих. Вот это, например, с штатным аккумулятором, который идет в комплекте в коробке. Вот он называется родной. Но самый эффективный по соотношению вес и количество в нем энергии получается вот такой вот расширенный аккумулятор. Вот он чуть более длинный. Вот. Стоит побольше. Видите, там 3800 мА в час. Чуть больше. И может быть, имеет смысл закупить их, если вы прям вот очень экономите вес и вам это надо. В чем еще класс расширенного аккумулятора? То, что он заряжается маленьким проводочком. Ну, вот так вот. А! Сейчас я вам все дойду. Сейчас я дойду до расширенного аккумулятора. Смотрите, обычно я на поход беру родных аккумуляторов, просто вот этих маленьких. У меня много. Вот он, такого размера. То, с чем оно идет в комплекте. Я обычно беру один в радиостанцию, еще один как бы запасной и беру зарядку. Она, зараза, большая и неудобная. Вот. Если вы идете в длинный автономный поход, вот такая вот зарядка вам идет в комплекте и с зарядником от обычного 220 вольт. На Алиэкспрессе продается зарядка такой же стакан, но от USB. Вот. Она очень легкая, но объемная. Я ее видите, ношу ее в таком пищевом контейнере, чтобы она не раздавилась просто. Там еще аккумуляторы валяются запасные. Собственно, вы это втыкаете в пауэрбанк, в солнечную батарею, и жизнь прекрасна. Аккуратно наблюдая за тем, как садиться в группе у вас там, если пишешь и поход, то всего их радиостанции, вы спокойно заряжаете этим все в полевых условиях. Солнечной батареи хватает, пауэрбанков, все хорошо. Но штука объемная. Если у вас есть расширенный аккумулятор и вот такой маленький компактный проводочек, он еще заряжается вот просто вот так вот. Это просто компактный, втыкается сюда в него самого. В общем, если вы очень стремитесь за весом, вот можно взять расширенные аккумуляторы. Отдельно продаются даже сейчас. В чем еще, стремясь, люди за автономностью стремятся выбирать часто я вижу радиостанции, которые работают от мизинчиковых и от пальчиковых батареек. На практике, внизу написано, выходит тяжелее. Вот радиостанция с четырьмя АА, с четырьмя пальчиками, вот она весит 474 грамма. Вот такая вот радиостанция с родным аккумулятором и то весит легче. А если мы берем к ней еще один родной аккумулятор, то получается всего на 15 грамм тяжелее, чем такая, но заряда сильно-сильно на больше хватает. В целом, один аккумулятор, можете считать, если не трепать, дня на три. Вот если не обсуждать, какая красивая трава, а вот по делу, поворачиваем вот тут, мы остановились на стоянку, ждем, вот по делу, дня на три вам как бы хватит. И имейте в виду, главное, что расходуются больше на передачу. То есть в режиме приема включили радиостанцию, она стоит, ждет. Может стоять очень долго. Садится в первую очередь у того, кто много трепет. Вот. Что еще есть? Да, смотрите, вот эта радиостанция, сюда прямо вставляются пальчики, ну, собственно, как мы привыкли в любом приборе, отверстия здесь под пальчиковой батарейки. Есть волшебные переходники, чем я люблю. Давайте этому уберем, все равно с ним плохо. Под бафлены волшебные переходники. Вот эта под пальчиковой батарейки, он выглядит точно так же, как расширенный аккумулятор. Просто один в один, внешне, как бы вы ни отличите. Только эта штука не разбирается, а эта разбирается, сюда вставляется 6 батарейк АА. Получается, вес просто чудовищный, но это, грубо говоря, на случай ядерной войны. Я пытался так ходить, на самом деле, ну, получается тяжело и неудобно. И вам это сложно, на самом деле, перезаряжать. Вот у меня тут на следующем слайде будет вариант зарядника. Вот такой у меня раньше был. Сейчас вот такой вот летукал, он тоже большой, объемный. Заряжать это вам в процессе сложно. Особенно, если вы используете именно аккумуляторы, там 1,2 вольта, а не 1,5. И у вас как бы забитые аккумуляторами такая вот штуковинка, она уже как подсевший обычный аккумулятор. То есть, в походе весовый вы не выиграете, только если у вас какая-то очень хитрая, сложная, не знаю, экспедиция, где, где вы знаете, что вы не сможете никак зарядить даже от солнечной батареи кабелем USB, вы можете взять там на группу два вот таких переходника, чтобы там, не знаю, купить пальчиковый АА в поселке. В общем, можно для туризма вот этими штуками не увлекаться, получается невыгодно. Есть точно такой же переходник под мизинчиковые батарейки, 6 мизинчиковых. Вот. Но тут, сейчас на табличку сверху, то есть, вообще получается самый, он получается самый невыгодный по весу, когда вы кормите бафенг от мизинчиковых батареек. Вот. То есть, в общем, вариант, или вы просто ходите с обычного и покупаете, раньше он стоил 700 рублей, сейчас чуть больше тысячи, обычный аккумулятор штатный, и все. Либо вы покупаете за тысячу с хвостиком расширенный аккумулятор и следите, его заряжаете от своего пауэрбанка вечерочек. Так, какие еще прибамбасы бывают? Бывают, какие только в душе угодно для радиостанций. Что самое такое ходовое из, ну, на практике как бы проверили, что как бы используется. Герма с Алиэкспресс, также вы вбиваете герма для радиостанции, раньше стоило 500 рублей, вот прямо под форму радиостанции с антенкой, все туда влезает прекрасно, вот только вот эта длинная ногой не влезает. Вот, вот это все остальное влезает для водного туризма, там, переправы в пешем туризме, вот оно прекрасно живет и работает. Всякие подсумки, что-то у меня, если честно, не прижились, но они, в общем-то, они есть, в принципе, вот именно такого у меня нету. Вот самый удобный вариант это крепить вот сюда на лямку рюкзака. И оно у вас вот так вот тут едет, и вам, если что, вот висит оно на плече, вы прям, у вас тангета под рукой, вы прям можете сюда вот так говорить, и слышно все. Самый удобный получается вариант. То есть, либо вы цепляете за какую-то штучку на рюкзаке, вот такой клипсой, либо вы вставляете в подсумок. Клипсы отваливаются, какая бы радиостанция ни была, подсумок надежнее, он еще иногда такой с фиксацией, с резиночкой здесь. Вот. Что неминуемо, это веревочка, которую вы привяжете к ней, потому что как бы у вас не цеплялось бы ни за что, вы вешете сюда, на пояс, вам все равно нужна веревочка страховочная, которую вы еще отдельно где-то привяжете. Иначе радиостанция закончит свою жизнь в луже. Это самая частая гибель радиостанции, когда она у вас падает в лужу, в ручеечек, особенно смерть это на поясе. Вот она у вас действительно на поясе, а вы пошли к речке котелок мыть, вы забыли о том, что у вас есть, она слетает мигом и бултых. Вот. маленьким, таким декоративным на конце, это просто залог жизни радиостанции. Так, про что я еще говорю, да, про переноску еще, в смысле, вот на пищевой контейнер, потому что мне надо хрупкую штуковинку иногда носить, для как-то более массового, там, когда вот альплагерь едет куда-то выезжать, есть возможность там на машинках-то вывозят все группой, прям вот есть кейсы, в которых глупый молодой участник это все не разобьет, то вы пихаете все аккумуляторы, они вот защищены, ударопрочные, в сплаве есть всех на рассвете объемов, запихать туда все, что у меня есть, вплоть до еще более маленьких, все можно подобрать. Они тяжелые, конкретно для именно пеших мероприятий, но там, где есть заброска, вещь хорошая. Вместо страховочной штуки можно вот такую использовать, если вы любите на поясе носить. на поясе тоже надо подрегулировать, потому что обычно у вас ремень рюкзака, то есть обычно все это либо висит на шее, либо вот здесь. Вот такая штуковина спасет вашу радиостанцию. Конкретно сейчас примерно как выбирать расскажу, но цена это очень важная штука, относитесь к радиостанции, к сожалению, как к расходнику, то есть если вы еще, особенно если вы даете другим людям. провода для соединения с компьютером, просто имейте в виду, что такая штука есть, они просто продаются, вы можете встретить радиостанции без экранчика вообще в продаже. Вот эти радиостанции, в них тоже зашиваются те же самые частоты, саптана и прочее, о чем я говорил, только человеком с компьютера и специальной программкой. Досталась вам такая радиостанция, вы вбиваете в гугл ее модель прошить, и вам там выдастся инструкции в интернете тьма. Обычно нужен просто специальный проводочек, который соединяет ее ну и с какими-то там драйверами. Вот. И это все прошивается. Так, аккумуляторы, батарейные блоки, зарядники. Так, что у меня тут дальше есть? А, собственно, как это все выглядит на фоточках? Да, вот оно цепляется к лямке рюкзака, вот такая же у меня тоже в сплаве куплена влагозащитная как бы сумочка, то я вставляю, и оно вот отбрызг от всякой ну, листва, которая мокрая вот от мороси, оно защищает прекрасно. Вот так я вот радиостанции просто вез просто в пакетике, пока я ношу там до старта маршрута, потом радиостанции из этого пакетика вынимаются, каждому раздается по прибору, и вот в этой коробочке едет уже водозащищенный и ударопрочный весь поход, ну, там, аккумуляторы, которые не используются, и зарядник. Вот. Та-та-та. Что я вам еще не рассказал? Да, антенны разные, тоже вам показал, здесь для короткой как бы дистанции есть, в общем, для и для самых-самых длинных. Так, мой любимый, собственно, слайд, почему я вам говорю про Баофенко и прочее. Эта цена я примерно новая нашел. Собственно, вот, как бы лекция-то моя для новичков ориентирована. Смотрите, как бы, по сути, все с трем таким грубым вариантом. Вы приходите в любой связной, в любой магазин, они иногда даже придутся по парам. Комплекты двух радиостанций. Первый лот в Яндекс.Маркете каком-нибудь. Обычно вам, скажем, что это цена какой-то ПМР любой. Вы теперь знаете, как понять, там, ЛПД или ПМР или что это такое. за комплект платите, все, вот у вас семья может поехать кататься на горнолыжный курорт и там найдете каких-то друзей, сможете с ними сконтачиться. Купили и забыли. А обычно даже они будут от каких-нибудь мизинчиковых батареек. Хоть вот по дороге на вокзал в аэропорт купили и решили вопрос. Баофенг ВПТР это вот самая массовая народная радиостанция, вот как бы она. Вы встретите почти у всех охранников в супермаркете, у половины туристов и прочее. Стоило раньше полторы тысячи рублей, сейчас как бы подороже, может станет подешевле. Китайцы, массовость производства, поэтому дешевая, имеет кучу всяких разных функций, которых вы, скорее всего, даже пользоваться не будете, но вы можете связаться из ЛПД, из ПМР, залезть в двухметровый диапазон, связаться со спасателями. Если что, не будете это все легально, спокойно и нормально связаться со спасателями. В этом случае вы точно ничего не нарушаете. К ней есть огромное количество комплектующих, потому что народная радиостанция, на Алиэкспрессе почти любая штука, которую вам показал, дополнительно, в рамках 500 рублей, даже сейчас на Алиэкспрессе продается. Вот подсумка, втугер, антенн, переходников под другие батарейки, 2, 3 и прочее. всякие разные там функции типа репитеров и каких-то волшебных вещей, о которых я умолчал, то есть, если вам как бы тема интересна, вот вы сюда пришли, наверное, интересно, вы можете купить в Афенку в А5Р, понять, что это, вам ее, например, потом мало, хочется чего-то большего, и купить следующую ЕСу. Это у меня 12 тысяч, сейчас самую-самую дешевую я нашел модель, это профессиональная радиостанция, вот когда вы уже хотите для себя и чего-то годного, точно не купить в Альп-клуб массово всем, потому что радиостанция вот такой-то расходник, по Афенку не жалко, если возьмет и утонет, массовость дошла до того, что вы можете купить ее не за 3 тысячи рублей, наверное, теперь за полторы, саму электронику, она у вас упала в морскую воду и умерла, у вас остался живой, ну, если вы быстро вынули аккумулятор, антенна и зарядник, вам нужна только тушка, вот она продается отдельно, вы можете купить отдельную электронику, все остальное у вас есть, и дешево компенсировать свой комплект утраченный, она также там потеряется, упадет со скалы и так далее, дорогую радиостанцию ЕСУ жалко уже, можно ее покупать чисто себе, вот, то есть, если вы хотите вот прям вот себе, дорогому, любимому, вы уже хотите там использовать какие-то хитрые фишки, какие-то функции, о которых я уже сейчас там молчал, более хорошее качество связи, дальность, оно будет слегка-слегка, ну, хорошо, там, процентов на 20 лучше работать дальше, будет лучше слышно, но не, там, не в 5 раз, как оно по цене, то есть, это уже радиостанция для более профессионалов, последний слайд, я вас отпускаю, все уже замучено, это просто как говорить, есть много всяких волшебных, сейчас, вопрос об этом есть, выбору такому вот, примитивному, как, есть много всяких волшебных правил радиосвязи, большие, огромные тексты, книжки, люди все знают, это к чему сводится инструктаж человека, который впервые увидел радиостанцию, вот вы купили на свою группу, вот вам надо отправить своего друга в походе, вот сейчас он говорит, я схожу посмотреть, есть ли там родник, вы ему даете радиостанцию, говорите, вот включил, вот так вот, смотри, вот эта штуковинка, она обычно звук регулирует, смотри, чтобы она всегда была на максимуме, оно иногда трется о вас и выключается, надо всегда вот эту крутилочку, она есть у всех радиостанций, держать на максимум, дальше вы ему говорите, вот есть кнопочка, ПТТ, ПУШТУТОК, нажми, чтобы говорить, говорящие название, нажал, секунду подержал, сказал, что надо, секунду подождал и отпустил, секунду ждем в начале и в конце, мы не знаем, как настроено шумоподавление и другие радиостанции в других группе, так у вас не обрежется начало и конец фразы, это очень часто бывает, когда вы общаетесь, просто приучите себя считать там 22, например, про себя, секунда пройдет, в начале и в конце, и вы решите этим большую часть проблем, которые возникают у людей при переговорах, вот, кнопочка, когда модное слово говорит прием, это значит, что вы отпустили, сейчас отпустите танкету, отпустили, у вас радиостанция переходит в режим приема, в радиосвязи нельзя друг друга переключать, перекричать, только, когда один человек говорит, остальные слушают, вот он заткнулся, мы можем начать продолжить говорить, только, когда радиостанция у всех в режиме приема, ну, мы прочитали самые примитивные какие-то такие правила, как обычно это принято говорить, просто запомните слово «ответь», там сначала вы говорите, кого вы вызываете, а потом свое имя, вот, то есть там «ответь», там «мне», вот, как слышишь, у меня прием, то, что и вы закончили говорить, сейчас отпускаете кнопку, не всегда это понятно, возможно, вы не сказали прием, просто случайно ее отпустили, связь оборвалась, а когда вы сказали прием, он точно понял, что вы закончили мысль, донесли, и больше вы ничего не хотите сказать, вот, наверное, все, я уже туда часа распинаюсь, давайте, спрашивайте меня, что хотите, можно посмотреть все вот эти штуковинки, еще что-нибудь расскажу, покажу, вот,